53 тысячи контуженных, порядка 15 тысяч советских солдат погибло. Такие цифры и спустя 35 лет вызывают ужас. Десятилетняя афганская война коснулась и Алтайского края. Около трех с половиной тысяч бойцов в 1979 году отправились в горячую точку. Многие из них получили правительственные награды, трое из них звание Героя Советского Союза. Матери погибших со слезами на глазах вспоминает то время. Одна из них рассказала про своего сына-радиста. Он сопровождал колонны, вернулся с войны с контузией и раненым. По ее словам, война очень сильно изменила сына. Это не тот мальчишка, который уходил. Все наши ребята приходили, вы знаете. Вы знаете, мы даже... Уже вот идет он даже в гражданке, но мы знали, что это оттуда парень. Они были совершенно другие. Это непередаваемо. Это не рассказать, это не передать. Это... Я даже не знаю, как вам сказать. Единственное, что это... Он не успел позвонить в дверь, а я ему открыла. Это было пять часов утра. Сегодня в честь вывода войск из Афганистана состоялся торжественный митчинг и возложение цветов в память о погибших воинах. Действительно, в нашей памяти имена всех солдат и офицеров, которые встали за интересы своего отечества, за интересы своей роды и обеспечили решение задач, сложнейших задач, там, далеко от города. К сожалению, есть и потери. К сожалению, не у всех сложилась счастлива судьба по возвращению. Но наша память будет вечной. Последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана 15 февраля 1989 года. Именно в этот день и закончилась страшная война. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком.